После того, как вы приобрели хостинг, приобрели доменное имя, вам пришло похожее письмо. Найдите его, это очень важное письмо, и сохраните его куда-нибудь. Найдите здесь такую строчку «Доменное имя». Вот строчку «Домен». Далее следуйте инструкциям. Сообщите на почту info.sobaka.u2m.ru ваш адрес сайта. И чтобы ваше письмо быстро обработалось, чтобы мы быстро открыли доступ, придерживайтесь вот такой структуре письма. То есть в теме письма напишите «Сайт 2.0-доступ» и содержание письма. «Здравствуйте, прошу открыть доступ к сайту». Укажите свое имя, телефон контактный и сам домен, которому нужно открыть сайт. И продолжайте установку. То есть зайдите на kerama5.ru, то есть на ваше доменное имя. Если вы увидите вот такого вида содержания, то значит вы можете продолжать установку. То есть это значит, что ваше доменное имя подключилось к хостингу. Если же вы увидите что-то подобное, то есть ошибка, ничего не найдено, ничего не работает, значит вам нужно подождать сутки, ваше доменное имя будет подключаться примерно это время. То есть это время, ни от кого не зависящее, это время, которое нужно для подключения доменов для регистрации во всех реестрах, для обновления доменных зон и так далее. То есть после того, как у вас, например, завтра, вы зайдете и увидите вот такое содержание, значит вы можете продолжать установку с этого момента. И продолжаем. Для тех, у кого уже есть вот такая надпись. Зайдите на сайт ru.wordpress.org и скачайте последнюю версию движка. WordPress на данный момент это версия 3.5.1. Скачиваем, скачиваем ее. Я выбираю папочку и выберите папочку, где у вас скачано наш сайт, то есть находится наш архивчик. Пока скачивается, заходим еще на один сайт, файл zilla.ru. Переходим в раздел «Скачать» и выберите версию для вашей операционной системы. У меня это Windows и я скачиваю в эту же папочку. Итого у меня получилось два архива и один установочный файл. Установите файл zilla.ru, тут достаточно простая процедура установки. Ну вот у меня она уже установлена, но давайте я обновлю вместе с вами. Жмем финиш и запускаем файл zilla.ru. То есть после того, как вы запустили, вы увидите примерно то, что сейчас показывается у меня. Нажимаем на вот эту кнопочку «Открыть менеджер сайтов» и жмем «Новый сайт». Сюда можете написать либо же адрес вашего сайта, это не важно. И открывайте вот это письмо, которое вы получили. Найдите строчки «FTP-логин», «FTP-пароль» и «FTP-URL». Копируем и вставляем. Здесь выбираем «Нормальный». Копируем логин и копируем пароль. Никому эти данные ни в коем случае не сообщайте. Только если у вас будут какие-то разработчики, какие-то подрядчики, то им можно. И жмем «Соединиться». Когда вы соединились, у вас откроется ваш сервер. Это там то место, где будет храниться ваш сайт. И найдите папочку «PublicHTML». Отсюда все можно удалить. Все эти папочки. И теперь открываем то, что мы скачали. Разархивируем папочку «WordPress». И, внимание, копируем вот эти файлы в корень файл зилы. То есть вот сюда, в папочку «PublicHTML». И перед тем, как копируем, давайте поставим режим передачи двоичный. Это нужно сделать обязательно, чтобы наши файлики не испортились. Еще раз. Передача. Режим передачи двоичный. И посмотрите, как я это делаю. То есть я беру, это все выделяю. И переношу вот сюда. Все, у меня пошло копирование. И после того, как у вас все скопируется, здесь у вас файлов задания будет 0. И успешные передачи будут все. И посмотрите, после того, как все перепишется, чтобы у вас не было неудавшейся передачи. То есть здесь ничего у вас не было. Если у вас появятся вот такие окошки, что файл уже существует, и что нужно сделать, то жмите «Перезаписать». На все сообщения жмем «Ок», чтобы он перезаписал эти файлы. И все. Вот у меня все переписалось. Все передачи успешные. Далее переходим непосредственно к установке нашей темы. Распаковываем ее также. И вот эту папочку «WPContent» переписываем сюда же. То есть здесь у нас должна содержаться вот такая же папочка. Мы ее переписываем вот сюда. То есть ни в какую папку мы ее не вкладываем. Также у меня пошла передача данных. И здесь их гораздо меньше. Итак, все у меня перезаписалось. Давайте проверим, что у нас все данные переписались в те папки. То есть переходим в папочку «WPContent». Переходим в папочку «Thames». И здесь у вас должна появиться папочка «U2M». Возвращаемся обратно. Переходим в папку «Plugins». Здесь у нас «U2M Tools», «Review» и «Easy Model». То есть эти вот папки у вас должны появиться. И проверьте, чтобы у вас был точно такой же путь, как вот сейчас у меня здесь написано. Переходим в панель управления хостинга. Копируем вот этот адрес. Вводим логин, пароль. Так, и переходим в базу данных в MySQL. Создаем базу данных. Создаем имя пользователя. Можно точно такое же. И для него создаем пароль. Можно воспользоваться генератором пароля. Копируем. И давайте запишем сразу пароль, чтобы ничего не забыть. Откройте доковский документ, блокнот. И скопируйте. Напишите пароль базы. Дальше мы сюда еще сейчас впишем имя базы данных. И у нас логин точно такой же. Теперь здесь еще нужно добавить пользователя к базе данных. Нажмите добавить. И здесь поставьте галочку All. Все привилегии. Все, на этом у нас закончена подготовка базы данных. Теперь мы переходим на адрес нашего сайта. Жмем обновить. И дальше идем по пунктам. Вперед. Сюда пишем имя базы данных, которое мы только что создали. Имя пользователя. Оно у нас точно такое же. И пароль. Вот он наш пароль. Пожалуйста, не копируйте вместе с пробелом. Если вы скопируете вот так, то тогда система не принят этот пароль. То есть четко у вас должно быть выделено только сам пароль. Все. И жмем отправить. Запустить установку. Пишем название сайта. Вот эти все данные можно будет потом поменять. Уже когда будет работающий сайт. Поэтому можете долго здесь не думать и написать что угодно. Ну я напишу, например, керамо 5. Пароль админа. Ваш email. И жмем установить WordPress. Все. На этом установка нашего сайта закончена. Жмем войти. Ну давайте нажмем назад к сайту керамо 5. То есть вот у нас уже есть установленный сайт. Теперь нам нужно только включить нашу тему оформления. Вот нашего проекта. Итак. Как зайти вообще в панели управления сайта? Для этого нужно поставить слэш. Написать wp-админ. Достаточно вот так. Нажать интер. Вводим имя пользователя и пароль, который мы только что написали к этому пользователю. Далее переходим в внешний вид. Темы. Жмем активировать. Теперь переходим в плагины. Установленные. Активируем EasyModal. Набор инструментов. И отзывы. И далее давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот так выглядит наш сайт по умолчанию. И чтобы начать редактировать внешний вид, мы переходим в внешний вид. Настройки. И здесь начинаем редактировать. Все по порядку. Все остальные инструкции по работе сайта находятся вот по этой ссылке. На этом установка сайта закончена. Приятного вам редактирования. И если будут какие-то вопросы, то пишите, либо звоните. Всем удачи и всем пока. Продолжение следует.